Это у нас хитроумный Идальго Ломанческий. Вот такое фото. Дон Кихано. В оригинале, когда он еще выходил в 18 веке у нас в России, в русском переводе. Он назывался Дон Кишот, между прочим. Оригинальное название хитроумный Идальго Дон Кихот Ломанческий. Испанского писателя Мигеля де Сервантеса. Это было 400 лет назад, когда у него вышла эта книга. По какой-то абсолютно непонятной, загадочной, непонятной случайности вот этот персонаж вместе с Гамлетом, который принц датский, вошел в пантеон из 16 персонажей, аушры, которые стали названиями типов. И еще один киноперсонаж Штирлиц. Еще один киноперсонаж. Остальные вроде реальные все. Да, остальные все реальные. Вот этот персонаж Дон Кихот, это один из популярных типов вообще в интернете. Это один из популярных, но конечно же ошибочных. Это один из популярных типов среди социоников разных волн. Потому что в свое время это считалось чуть ли не правилом хорошего тона. Если ты занимаешься соционикой, ты должен себя затипировать Дон Кихот обязательно. Сейчас мы с вами тут раскроем немножко эту тему, расскажем, кто он получился. И заодно у нас всплывет масса других вопросов, когда мы посмотрим на итоговую таблицу. Потому что я уже составил таблицу из всех типов, с подписанными всеми типами. Мы сегодня с вами окинем нашим взором весь вот этот вот соционический шабаш. Да, и снова вспомним мой любимый мем про трое в гамме, не считая Бальзака. Ну и у нас стояла задача такая, что мы должны собрать всех покемонов, мы должны протипировать все 16 типов. Мы уже разных персонажей соционических опровергали их типы. Ну что у нас там, Есенин, не Есенин, Максим Горький, не Максим Горький. Жуков, не Жуков. Жуков, не Жуков, Бальзак, не Бальзак. Драйзер, не Драйзер. Достоевский, не Достоевский. Гексли, не Гексли. Габен, не Габен. Штирлис, не Штирлис. Вот это вот все. Сегодня у нас самое плохое типирование Аушеры на повестке дня. Самое. Само произведение Дун Кихот, вот этот хитроумный Идальго. Идальго это что-то типа испанского дворянина средневекового. Само вот это произведение, оно одно из самых популярных за всю литературную человеческую историю. Произведение, оно проходится в школе у кого как. У меня на разных моих учебах, поскольку я гуманитарное образование получал, у меня так или иначе мелькал этот Дун Кихот, я никогда его не читал. И только вот к типированию сподобился, что называется, ознакомиться с первоисточником. У меня он был где-то в младшей школе, как дополнительное чтение на лето, по-моему. Я не помню, возможно, я его даже не читала. На самом деле там, в принципе, типируется он несложно. Там сама фишка в том, что немножко контекст. Мы вам не будем пересказывать сюжет, потому что нет в этом смысла, можете сами почитать. Сюжет вообще в двух словах можно пересказать. Ну, в двух словах будем, да, конечно. Да. Вообще само произведение, вот этот Дун Кихот хитроумный, это пародия. Это пародия на рыцарские романы. Да. И фишка в том, что главный герой, вот этот вот Дун Кихот хитроумный Идальго, он, в общем, был такой дверянин, он всё своё имущество распродал и накупил огромное количество книжек вот этих рыцарских романов. Завязка сюжета в том, что он обчитался этих рыцарских романов и сошёл с ума. Да, рыцарские романы, они были в качестве его вот этой бредовой фабулы. Да, да, бредовая фабула. Но, несмотря на то, что он был крэйзи, вполне нормально он типируется. Тут есть некоторые цитаты. Не может не вызывать некоторое недоумение, если вы знаете про соционику и пытаетесь... Если вы знаете, кто такой Дун Кихот. И пытаетесь разглядеть в этом какой-то смысл. Завязка сюжета вот такая, то есть он обчитался, он сошёл с ума, он решил, что он должен стать рыцарем благородным, странствующим, причём рыцарем, то есть он должен шарохаться где-то там. Он себе нашёл какие-то доспехи, у него там хранились. Ну, из каких-то... Палки-верёвки. Буквально то, что было, да, наделал себе. Да. Он себе сделал там рыцарский такой шлем, он сделал себе копьё, оседлал своего коня и решил отправиться, собственно, в странствие. Вот. И по ходу дела он там сталкивался то с монахами, то с какими-то казапасами, то просто какие-то люди шли, то каких-то заключённых там вели, то там ехали какие-то прекрасные дамы в каретах, кем-то сопровождаемые. Он считал, что это злодеи, которые похитили этих дам. Да. Потом он приходил в какую-нибудь таверну, и ему казалось, что это не таверна, а какой-то замок, в который он там пришёл, и что это, в общем, королевский двор практически. Да. Потом он встречал каких-то бандитов, и ему казалось, что это рыцари. Когда он встречал каких-то адекватных людей, ему казалось, что это бандиты. Вот. Потом знаменитая вот эта вот история с мельницей, да, в которую он там тоже воткнул своё копьёк. Он, в общем, постоянно встречал каких-то персонажей, принимал их за кого-то, и такой, сейчас у меня будет приключение. Начинал, включал бычку, извините, ну вот проще всего назвать это именно так. То есть у него были какие-то там бредовые вот эти вот вещи, и он начинал, вступал в какую-то конфронтацию, и, как правило, всё заканчивалось тем, что его били просто. Он куда-то пришёл, вступил в конфликт, его побили. Он опять куда-то идёт, опять вступает в какой-то конфликт, опять его побили в итоге. Ну и так, в принципе, всю книгу. И вот там много раз, много раз его там бьют, причём он не просто в конфронтацию вступает, а он сразу нападает на тех людей. То есть ему кажется, что это вот как раз такие враги, неблагородные какие-то, срочно нужно ему это вот всем показать, какой он благородный рыцарь, освободить прекрасную даму, даже если его там нет. И всячески у него реальность, короче, искажалась, потому что он шиз, смотрим раньше. Да, тут пишут интуит. Ребята, при чём здесь интуиция? Он сумасшедший, понимаете? Всё, что мы описываем, мы просто описываем сумасшедшего человека. И там это описано достаточно достоверно. И к соционике это не имеет никакого отношения, он просто сумасшедший. Да, и он увидел вот эти вот мельницы ветряные, у них там такие вот эти лопасти. Он решил на эту лопасть напасть, у него там сломалось копьё, его отшвырнуло этой лопастью, в общем, опять получилось фиаско. Он останавливается там на какой-то, на постоялом дворе, просит хозяина таверны, чтобы его посвятили в рыцаре. Хозяин ему даёт пинка в буквальном смысле. Ну, короче, там вот эти все нелепости с ним постоянно случаются. Да он дебил какой-то, совершенно верно. То есть он ото всех огребает, странствует, странствует. У него здоровье начинает заканчиваться от этого всего, потому что его везде бьют. И его этот спутник Санчо Панса, который, собственно, поверил в его бред. Ну, он скорее, у него были такие меркантильные вещи, он всё надеялся, что они там что-нибудь завоюют, и он станет каким-нибудь губернатором, в общем, каким-нибудь значимым человеком, всё хотел пристроиться. Абсолютно, да. Под конец произведения до него начала реальность доходить, и он понял, что он просто придурок, что он совершенно никакой не рыцарь, и что он просто всё профукал. И он в итоге от этого впадает в тоску. Собственно, вот такой вот сюжет незамысловатый. Да, и он в конце умирает в тоске и понимает, что всё, что он делал, это было абсолютно бессмысленно, и что это был какой-то бред, это была какая-то иллюзия, и ничем нормальным он в своей жизни так и не занялся. Санчо индуцировался. В некотором роде, да. У него достаточно много прямой речи в произведении, что позволяет его типировать вполне себе. Да. Потому что у нас имеются не только какие-то поведенческие признаки, которые мы смотрим там как-то в обобщенном виде, у нас имеется семантика. И семантика, кстати говоря, совпадает, по всей видимости, сам автор Сервантес. Он написал этого героя с себя в некотором роде. Ну, да. То есть такое преувеличил, конечно, там, нафантазировал, но так или иначе они являются соционическими как минимум тождиками. Ну да, и здесь, понимаете, опять же, когда мы типируем персонажей, там большую роль играет поведенческая составляющая, но здесь её нет, потому что он сумасшедший. И мы не можем его типировать по его сумасшествию, да, потому что все его действия, они крутятся просто вокруг его бреда. И это вообще нам ничего не даёт, поэтому мы здесь типируем то, что он говорит, а это говорит скорее Сервантес за него, да, ну вот и получается. Давайте немножечко мы вам зачитаем, вы сами всё поймёте. Так, цитаты, конечно, у него мощные тут. Итак, я странствую по этим уединённым и пустынным местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти навстречу самой большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело коснётся защиты и поддержки угнетённых и гонимых. Из его речей вырисовывается довольно быстро центральный этик с чёрной сенсорикой ценностной. Центральный этик. То есть у нас уже альфа идёт мимо, она, собственно, и не подбиралась нигде никаким образом. А ещё этот этик белый, потому что он всю дорогу рассуждает об униженных, об угнетённых, о том, какой он человек, какой он рыцарь, какие у него есть качества. Он постоянно рассуждает о своей даме сердца, о том, какими она обладает добродетелями и вот этими всякими вещами, о том, каких злодеев он встречает на своём пути и что это за злодеи, и почему именно они злодеи. Ну, в общем, понимаете, там градус белой этики немножко зашкаливает. Вместе с чёрной сенсорикой? Да. Там чёрная сенсорика, белая этика, чёрная этика. Это абсолютный экстравертный этический централ. Да. Там можно было поначалу, мы ещё предполагали, может быть, это Гамлет такой, но нет. Можно было бы, конечно, куда-нибудь там понатягивать, что-то там, но опять же, так как мы имеем здесь сумасшествие, и нам его поведение ничего, никакой портрет не создаёт, нам нужно типировать то, что он говорит, а говорит он вот это. Хотя его поведение, в общем-то, не противоречит. Но оно не противоречит. Да. То есть, это не интуитивно-логический экстраверт, который сошёл с ума и решил нападать на всех, а вполне себе сошёл с ума, как чёрный сенсорик, понимаете? Да. На всех бычил, и почему Ауша протипировала это в интуитивно-логическую экстраверт? Ну, типа он сумасшедший, значит, он интуит, но это абсолютно какая-то порочная логика, абсолютно бессмысленная, дурацкая, потому что это никак не связано с соционикой, вот это его странное поведение. Опять же, я повторяю, это бред, это сумасшествие, которое достаточно достоверно описано. Клинические психологи там могут это читать. Как-то он неэффективно бычил, потому что он был сумасшедший. Ну да, ребят. Да. Понимаете, чёрная сенсорика, даже сильная, она не обязательно эффективно бычит. Если человек дурак, то он как раз-таки будет постоянно огребать, о чём и говорит эта книга. И, кстати, она же тоже высмеивает вот эти все рыцарские романы, а рыцарские романы, я так подозреваю, там очень много про чёрную сенсорику. Конечно. Опять же, там наверняка и этика где-то, то есть, опять же, центральную этику чёрных сенсориков, это вот всё где-то высмеивает, и этот роман призван сделать именно это, и тут, что называется, всё сошлось. Да, у него там огромные просто тирады. Он там то рассказывает, какой он великий, какие странствия и путешествия его ждут, и как он завоюет царство, королевство и подарит своему Санчо Панси остров и назначит его генерал-губернатором, и вообще всё будет классно, и свои пацаны придут к власти, и всё будет хорошо. Тут говорят, человек до того, как сойти с ума, продал всё наследство и накупил себе книг. Но вы знаете, человек не сходит с ума в один день и по щелчку пальцев. Так, я планирую сойти с ума к первому числу. Скорее всего, это началось ещё раньше, это просто заметили, когда он уже с доспехами куда-то попёрся, и когда уже начались с ним неприятности. Там даже в книге есть этот момент, когда его слуги и те, кто с ним живёт, они начинают понимать, что сходить-то с ума он начал намного раньше, они как-то просто это игнорировали. Поэтому история абсолютно хрестоматийная, и вот эта, опять же, поведенческая штука нам здесь ничего не даёт, потому что она просто описывает путь его сумасшествия. Тут хороший комментарий. Получается, это близко к биографии Горшенёва. Кстати, да. Вы настолько правы, что просто это невозможно игнорировать. Понимаете, в чём прикол? У него ещё карикатурно там выстёбывается третья воля во всём, что там происходит. У него вполне себе высокая физика, и она вполне себе вторая. То есть он был трудяга. Он был неустанный путешественник, рыцарь. И если бы он жил... Неустанный шис он был. Если бы он жил в наше время, то он был тревел-блогер, скорее всего, потому что на месте ему точно не сиделось. Вот эмоция была у него абсолютно первая, потому что в любой ситуации абсолютно неподходящей ему всё равно. У него включался пафос, и он начинал рассказывать, что вы недостойные, вы сейчас будете повержены от моего рыцарского копья. Да-да-да. Я вам ещё потом сверху прочитаю тираду и вас отчитаю, всячески буду вас унижать, а то вы меня там и не уважаете. Ну, короче, вот примерно вот такая у него получается стратегия. И это, в общем, Наполеон, и это Пушкин. Эмоция, физика, воля, логика. Вполне чётко вырисовывается. И опять же, Аушра страшно угорела по центральным этикам с высокой эмоцией. Да. Гамлет и Наполеон и большую часть пантеона составляют у нас. Да, Аушру мы пока не типировали, она у нас есть на сборе, на бусте. Я думаю, что рано или поздно мы до этого доберёмся и, соответственно, посмотрим, что там в итоге получилось. Ещё такой прикол небольшой. Вот эта картинка из гравюры, это, по-моему, то ли начало 20 века, то ли 19 век. Это как изображали этого самого Дон Кихота. Сохранился портрет автора Сервантеса. Вот есть некое сходство. Вот сам Сервантес. Усики в наличии, широкое такое узкое, длинное лицо, такая бородка. К слову, большой привет тем, кто типирует по физиогномике до сих пор. Да. Кто угодно может выглядеть как угодно. Да. Обычно вот такими тоненькими представляют себе интуитов, но это никак, никогда, ни при каких условиях это не связано с типом вообще. Да. Когда уже в моих полных тождиках появится хоть кто-то адекватный. Ну а как вам Вероника Степанова? Что нет, что ли? Мне нравится. Она вообще молодец. Почему не Джек? Потому что его речи состоят из этики примерно на 146%. Потому что все, что его волновало, это честь его рыцаря, его рыцарский образ, его заслуги рыцарские, его внутренние качества, его доблесть, его характер, как он проявит себя в различных трудностях, в столкновении с различными препятствиями, с различными негодяями, как именно он поставит этих негодяев на место, как он будет спасать сирых, убогих, угнетённых, как он будет благодетельствовать всем вокруг. Понимаете, почему это не Джек? Потому что это блин, этиксенсорик. Ну да. Высоцкий, Наполеон, эмоция физика. Ну вот, кстати, да. Да. Ну да, это же среди адекватных, пожалуйста. Да. В общем, Дон Кихот оказался Наполеоном, понимаете? Звучит как бред вообще. Особо для человека. Нам всё равно никто не поверит, ну многие. Ну это не важно на самом деле. Мы продолжали, у нас была какая-то тактика, мы её придерживались. А сейчас мы с вами вскроем все карты, что называется. Главное, чтобы не вены. Нужно это обсудить, понимаете? Ну и такие, это самое плохое типирование аутшера. О да. И вообще, знаете, что мне больше всего нравится? Посмотрите на Альфа-квадро. Ну вот у нас финальная, друзья, картина по всем типам. И вот мы с вами можем насладиться. Мы можем насладитесь, пожалуйста, Альфа-квадро. И вот у нас вот здесь Альфа-квадро. Вы посмотрите, какая вообще красота у нас. Альфа состоит из Наполеонов и Гамлета. Кстати, Альфа самая наполеонистая квадро оказалась. Ни Альфы, ни Дельты, ни одного типа вообще нет. Что характерно абсолютно. Что было неочевидно 40 с чем-то лет назад, когда соционика зарождалась. При этом странно, что Ауша не нашла ни одного драйзера, ни одного бальзака не нашла. Можно было найти. Зато нашла целых двух Максимов, а среди знаменитостей два Максима, но это незаурядно достаточно. Это прям много. Двух Джеков нашла. Ну, Джек, как бы странно, их могло быть и больше. Могло бы быть. При этом, что у нас? У нас 6 Наполеонов и 6 Гамлетов. 6 Наполеонов, 6 Гамлетов. То есть у нас большая часть социона это Наполеоны и Гамлеты. Альфа, значит, самая Наполеонистая квадра, Бета самая бытанская. Самая гамлетовская. Самая, да, и самая бытанская, тут только Бетка. Да, да. Вот. В Гамме... Гамма самая гаммийская. Ну, да. Тут все равно Гамлет затесался. А, ну, хотя Альфа тоже самая гаммийская. Ну, да. У нас две гаммы есть, короче. Да. Вот. А Дельта? Дельта такая полубета, полугамма. Да. То есть половина беты, половина гаммы. Вот такая Дельта квадра. А еще я тут накануне перепроверял Сергея Александровича Есенина. Гамлет абсолютно на месте. Это экстраверт был. Вот. И февел, физика, эмоция, воля, логика абсолютно на месте. Так что все типы, вот которые вы видите на ваших экранах, они абсолютно актуальны. Ну, и по ком тут угорала Аушера, как мы видим. Значит, ей явно нравились центральные этики экстравертные. Ей нравились высокие эмоции, особенно первые. Первых эмоций тут раз, два, три, четыре, пять. Пять первых эмоций. Еще ей явно нравились высокие воли. И первых воли, смотри, сколько первых воли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть первых воли. Первые воли ей нравились даже больше. Да, да, да. Так что вот такой интересный получается портрет. И совпало всего трое. То есть, собственно, Гамлет, Наполеон Бонапарт и Джек Лондон. Вот эти трое совпали. Все остальные, все есть рядом, но есть, конечно, совсем мимо. Вот Дон Кихот, Наполеон, это просто пфф, это что это вообще? Да. Хорошо, сколько человек она протипировала правильно? Ну, Джек Лондон, Наполеон. Трое из шестнадцати. И Гамлет. Да, трое из шестнадцати. Непонятно вообще. Можно было взять Штирлица и вот вместо Максима Горького сделать Штирлиц, чтобы он был во второй квадре, чтобы это был логико-сенсорный интроверт. Было бы отлично. Короче, тут, понимаете, вот вы сами все видите. Шесть Гамлетов, шесть Наполеонов. Вот вам и соционика. Доброе утро. Что такое Альфа, не знали ни 40 лет назад, не даже сейчас в популярной соционике, в интернетах. Просто смотришь там интернеты, все комментарии там кишат. Просто я Робеспьер Влев, я Дюма Велф, я Дон Кихот. Ну и короче, вот это вот все. Но периферия при этом у нас есть. Эти люди у нас типировались. И мы их типировали. Их не очень много среди известных людей, среди обычных людей. Их тоже так. Если вот знакомые у вас есть такие, если вы достаточно наблюдательные, вы их типировали. Но они существуют. Можно найти. Да. Ну и собственно сам Сервантес, он Наполеон практически наверняка, потому что он списал этого Дон Кихота с самого себя. Ну там, понятное дело, сделал его гротескным, преувеличил. И вот у нас 16 типов. И вот как с таким пантеоном можно было бы что-то типировать вот 40 лет назад. Примерно с такими же приколами у нас и Сталин получился. Улси. До сих пор многие не могут пережить того, что он не Максим. Да. Иосиф Сталин, если что, был Наполеон, сенсорный этический экстраверт. Физика, воля, эмоция, логика. Для многих новость. Поэтому у нас вот такая пантеонистая наша картина. Получается, мы её завершили. Всех отдельно благодарим. Спасибо вам за то, что вы поддерживали наши исследования. И фактически это проспонсировано вами, все вот эти типирования. Мы это делали, начиная с 2018 года. То есть это 5 лет заняла основная работа. В 16-м году первый раз был, собственно, нормально протипирован Максим Горький. Катерина тогда обнаружила, что это Гамлет какой-то. Я случайно, да, случайно обнаружила, что Максим-то Горький. Никакой он там не Максим и не Горький, и вообще не логик, что там вот такая чёрная этика. По-прежнему, кстати, вот у нас на курсе, мы когда проходили аспекты, там обязательно был Максим Горький, потому что это одна из эталонных вообще чёрных этик в литературе, которая очень яркая, очень заметная, очень понятная. Это уже до сих пор всем предлагаю. Если вы не понимаете, что такое чёрная этика, откройте Максиму Горького, почитайте, и вы, наверное, поймёте. Да, почитайте просто что угодно у него там. Да. Хоть Данка, хоть там, не знаю, на дне, хоть какой-нибудь Буревестника. Старуха из Ригиль. В общем, много загадок в этом всём, почему Аушера протипировала экстравертного этика. Как вообще в Максиме Горьком можно даже по стереотипам по каким-то, потому что, когда мы берём времена Аушера, вряд ли там речь шла о какой-то методике типирования, то есть ещё этого просто не было. Но даже если брать какие-то стереотипы, как в Максиме Горьком, можно не увидеть этика и экстраверта, потому что вся его деятельность это просто этика и экстраверсия. И вся его жизнь. И вся его жизнь, да. Он там постоянно собирался. Ну, мы про это рассказывали, когда его типировали. Опять же, смотрите, у нас есть по всем 16 персонажам, у нас есть видео, потом мы сделаем хайлайт про Дон Кихота обязательно. Ждём вообще все гневные комментарии обязательно мы соберём под этим видео. Ну, по Дон Кихоту вряд ли, потому что его мало кто читал, в принципе. Но я думаю, всё равно у всех будет гореть от того, что такого быть не может. Он же слишком странный. Они даже не читая поспорят с нами и будут думать, что они правы. Ну, это примерно из разряда из того же. Вот я недавно делал шорт по поводу того, что вот у нас есть список смертных грехов у нас на архетипе. Типирование Вероники Степановой в Дон Кихота вот это абсолютно смертный грех, потому что это настолько тяжёлая ретардация, это настолько мозговая конструкция облегчённого типа у человека должна быть, что это не выдерживает ничего, и такой человек просто сразу отправится в бан. Я примерно знаю, откуда это притащили. Там, в принципе, именно таким образом. Но в свете сегодняшних наших событий Вероника Степанова реально Дон Кихот, она полный тождика вот этого хитроумного Идальго. Это если не вдаваться в детали. Но Вероника Степанова, да, реально, реально оказалась. И поэтому получаются вот такие интересные повороты и виражи. Субтитры создавал DimaTorzok